Цветочный ковер площадью 1800 квадратных метров расстелили на главной площади Брюсселя. Этой традиции уже почти 50 лет и она до сих пор привлекает в город тысячи туристов. Елена Абрамович все рассматривала поближе. Полмиллиона бегоний, сотня волонтеров, работающих в две смены с пяти утра. И к полудню главная площадь Брюсселя застелена цветочным ковром. Создают такую красоту раз в два года. В этом дизайн по мексиканским народным мотивам. Самое популярное в эти дни место среди туристов это балкон Брюссельской мэрии. Именно отсюда можно лучше всего рассмотреть орнамент цветочного ковра. Вход на балкон 6 евро. И тут постоянно огромная очередь. Во время предыдущей экспозиции его посетили 18 тысяч человек. Вырученные деньги покрывают треть расхода на экспозицию. Еще треть датируется из городского бюджета. Остальное дают спонсоры. Это проект, который требует немного ресурсов и дает большой результат. Выходные в середине августа долгое время были периодом спада туризма в Брюсселе. Но с помощью цветочного ковра нам удалось изменить эту тенденцию. Посмотреть на своеобразную визитку бельгийской столицы приезжают отовсюду. Мы узнали, что это работа флориста из Мексики, откуда мы родом, и специально приехали сюда из Германии. Я увидела вчера по телевизору. Мы сели на поезд и приехали. Живем в 35 километрах отсюда. В этом году цветочный фестиваль был под угрозой срыва из-за самого жаркого лета за последнее столетие. Некоторые цветы не удалось вырастить, и их пришлось заменить. Традиция создания цветочных ковров уходит корнями христианства. Раньше такие дорожки существовали всего несколько часов, затем по ним шла процессия, и они исчезали. Поэтому, если сейчас их испортит погода, не беда. В последние дни в городе стало прохладнее, поэтому организаторы надеются, что цветочный ковер сможет радовать жителей и гостей столицы Бельгии все четыре дня, как и было запланировано. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.